Блин, я весь в ***, он весь в ***, мы стоим друг к другу, смотрим, он такой, вот так вот делает, а что это было? Меня зовут Виталий, я работаю осенизатором. Осенизатор это человек, который забирает канализацию, вывозит ее, утилизирует. Ну принцип работы такой, что стоит насос, который выкачивает воздух из цистерны, и этот объем замещается жидкостью, ну водой, фекалием и всем остальным. То есть доходит до верха, закрываем задвижку, выключаем насос, надпись, не знаю, кто-то написал. Это чтобы все были здоровы? Это чтобы, да, все были здоровы и чтобы никто не волновался. Не может работать какой-то брезгливый человек, который там... Приходили люди, то есть вот они приходят к первому клиенту, приехали, посмотрели, и видят, что, ну, с чем приходится работать, и просто говорят, вот меня на остановке здесь останови, я поехал. Я видел еще похуже, поэтому это для меня цветочки. Оно везде плавает, ну, блин, ну не без этого. Я не брезгляю, я не брезгляю. Тяжело? Ну, а где легкая работа? Сегодня у нас 4 пока что заказа, но в течение дня они могут добавляться. Да, будем откачивать. Алло, доброе утро. Мы приехали. Достаю шланг, открываю колодцы, забрасываю шланг, включаем передачу, включаем раздатку, выключаем передачу, отпускаем сцепление, насос начал работать. Сейчас даем газу. Я смотрю, чтобы он лег хорошо, чтобы его не присосало к дну. Если присосет к дну, прекратится подача воды, и бочка может просто сложиться. То есть происходит эффект вакуума, и она просто складывается внутрь. Я делаю вот так вот, спускаю пузырь, и я вижу, что оно уже под окошком, то есть это уже почти финиш. И сейчас оно закончится. То есть я уже стою на готове, чтобы закрыть и пойти выключить насос. Все, закрываем и выключаем. Телефоны я с собой не ношу, кстати, да, потому что, как друзья рассказали, телефоны было утоплено, ну, с десяток, это точно, блин. Просто из кармана он раз и туда. Оттуда даже доставали телефоны из бочки. Вот к клиенту приехали, клиент говорит, я там айфон утопил, говорит, там, шестой или седьмой, не помню, какое говорили. Говорит, может, найдете, блин. Они начали откачивать, и он там, и он шланг раз и пошел. А потом, когда чистили бочку, его достали. А сейчас запасная одежда есть какая-то? Да, вот, обязательно должна. Потому что случаи были, после этого ввожу всегда. Да простите меня тот мужик, блин, конечно, еще раз. Ну, это просто неожиданно, когда слетает шланг. Там очень серьезный дядя, очень богатый. Это видно по дому, по машинам, по двору, как ухоженность все было. И у меня слетел шланг. Да, я стоял спиной, сидел, точнее, на шланге спиной, а он лицом стоял. Ну, у меня вся спина была, вот от головы до пяток просто. А он лицом ко мне стоял. И его тоже? Всего вот так. Я доработал, я докачал, потом я ему помыл всю плитку. Как говорится, деньги не пахнут, а они реально пахнут. Почему стесняться должен? Нет смысла стыдиться своей работой, потому что каждая работа нужна, каждая работа важна. Непрестижно, они просто не сталкивались с этим. Потому что, ну, это прибыльное дело. На самом деле это прибыльное, выгодно делать, работать. Если у тебя есть работа каждый день, ты каждый день будешь при деньгах. Тут стыдиться нечего. Едем на слив. Все, что забрали, едем сливать на специально оборудованные для этого очистные сооружения. Вот на этом сливе, куда мы едем, там был шланг такой. Он резиновый, и внутри отслоился. И, вы понимаете, когда берешь камень, к примеру, какой-то попадает, он заходит ровно по размеру этого отверстия. Просто я думал, по времени уже бочка слилась. Я посмотрел, там из трубы не течет ничего. Ну, не течет и не течет. И я снимаю этот шланг, а там еще пол бочки, и оно все на меня. Пришлось ехать покупать одежку. А вот мой ручной собака. Я его просто всегда останавливаюсь и кормлю. Если я сейчас останавливаюсь, он начнет прыгать. Вот он, смотрите. Вот так вот мы работаем на сливе. Водичка. Ну, минут пять сливается. 5-7 минут за это время можно пойти там чай попить, какой кофе. Тут просто так, ну, то есть приехать, если нету договора, то нельзя. Здесь у нас стоит навигация на машинах, и мы просто оттуда, ну, компьютер видит, где мы сливались и сколько раз мы сюда приезжали. Это все платная процедура. Если слить не туда, будет штраф. Где-то в районе 100 базовых штраф. А машине пахнет? Нет, ну, как видишь, здесь нету запаха. Оно, смотря что возишь. Ну, бывает такое возишь, что биотуалеты, если кто-то откачивает, то у них есть запах. Друг Сергей, он откачивает, в частности, биотуалеты. Сел утром, перегнал машину, прихожу утром, ну, машина стоит по-другому, он раньше выехал у меня. Я заложу в машину, и у меня запах вот этот биотуалетов. Я начинаю себя смотреть, и я не понимаю, я нигде не влез, ни во что не влез, а у меня запах. И у меня полдня выветривался Серега, оказывается, он, блин, залез вот так, потрогал, вот здесь вот подержался, и у меня запах полдня держался, блин. Да, деньги пахнут. И причем, вот, недавно тоже был случай, когда привез, ну, с нашей фирмой, получается, один водитель привез деньги, и они вот этим запахом, которым у меня неделю шланги почти воняли, вот этот запах был, походу, на офисе. И получается, ну, реально деньги пахли тем, чем мы возим. Если есть у кого свое авто, ну, то есть, вот я знаю, много людей, у которых свое авто, но они не бедствуют. Им хватает. На хлеб с маслом, даже с колбасой хватает. Какая у вас зарплата в среднем? Ну, ну, достойная, то есть, я не могу сказать. Оно зависит от того, как я работаю. То есть, все зависит от того, сколько я сделаю рейсов, и, и как потом будет начисляться там премия. Больше, чем 500 долларов. А, нет, не больше. Ну, примерно. Иногда и на чай. Да, иногда 10-20 рублей даже иногда выпадало на чай. Ну, Клиенты, то есть, в основном, ну, не часто такое бывает, но бывает. Ну, приятный бонус в конце дня. Тяжелый момент, это когда, если глубокий колодец, вот, получается, шланг длинный, он полный водой, и его еще может присосать к дну. И вот это вот все дело оторвать, это очень тяжело. Особенно зимой, когда стоять невозможно, ты скользко, ты можешь падать там с этим шлангом, и все, то есть, это нужно тянуть все наверх. То есть, это поднимать килограмм 80-90, возможно, 100. Это самое сложное в работе. Остальное, это вот, есть рули. Зимой, ну, вот этот рычаг, получается, рычаг, который задвижку открывает. Греть, вот сюда, вон там есть такой железный пятак, то есть, туда газовую горелку, и греешь, пока оно не начнет шевелиться, потому что, ну, так просто не открыть. Плюсов, как таковых, не сильно много. Ну, то, что работаю один, мне никто не мешает, мне дали работу, я поехал делать ее. Надо мной никто не стоит, то есть, ну, не стоит там с палкой, никто не погоняет, что ты там медленнее работаешь, либо быстро работаешь. Минусы? Минусы то, что можешь быть в любой момент искать одежку, вот это минус, когда на тебя попадет все это дело, так ездить дальше нельзя, надо искать. И поэтому вожу сменный комплект, и не один, потому что этот случай может повториться за день и два раза, всякое бывает. Как реагируют люди? В основном, это городские жители, которые не, ну, они не знают, что такое местная канализация, и они, о, а что это за машина, а что вы возите, и все такое. Объясняю, ну, как объяснять, вожу вкусности всякие. Быть осенизатором, отчасти сложная работа. Очень тяжелый физически, сильно устаешь, потому что целый день за рулем, и если есть какой-то отдых, то это только когда-то бочка сливается, и все. Это важная работа, да, потому что если я не приехал, не откачал, потом, ну, людей поплыло, либо они перестают пользоваться водой, то есть в доме перекрываются все краны, человек не сможет сходить в туалет, помыть руки, принять душ, и все остальное, то есть, если я, ну, если у человека заполнилась полностью канализация, получается, пока я не приеду, они не могут ничем пользоваться. У людей к работе должно быть такое вот, если она тебе нравится, то есть, ты должен, ну, работать на ней, если работа не нравится, и на нее приходить, как, ну, отбыть время, как говорится, отбывалок, ты будешь делать некачественно, это раз, во второе, то есть, тебе будет, ну, в тяготу вот эта работа, то есть, мне, мне вот это нравится, то есть, я, я работаю, мне это нравится. Продолжение следует...